Здравствуйте, дорогие ребята, уважаемые родители! У нас урок этики. Мы начинаем. Наша тема сегодня наша махаля. Давайте познакомимся с понятием, что такое махаля. Махаля это соседская община, традиционная форма общественных отношений в Узбекистане. Основными формами такого объединения являются самостоятельность и самоуправление с целью соседской взаимопомощи. Этот способ народовластия имеет многовековую историю и является хранителем семейно-бытовых и религиозных отношений, ритуалов и праздников. Обычно в традиционных махалях действуют свои мечети и сохраняется древний обычай – хошар. Вот сегодня, ребятки, мы будем подробно знакомиться с таким понятием, как хошар. Что же такое хошар? Все ли мы участвуем в хошаре? Давайте познакомимся с понятием хошар. Хошар – это народный сход, когда всем миром наваливаются на проблему и обязательно ее преодолевают. Методом хошара строят дома нуждающимся, выбирают территории, облагораживают районы. Хошар – дело добровольное, но члены махали никогда не отказываются участвовать в общественном труде, ведь каждый знает, что завтра помощь может понадобиться ему. В Узбекистане махаля – признанный законным механизм самоуправления граждан. На территории страны действует более 10 тысяч таких объединений, являясь залогом общественного порядка и правильного воспитания подрастающего поколения. Давайте, ребятки, с вами составим кластер. Мы познакомились с понятием махаля. Давайте посмотрим и заполним наши с вами клеточки. Что такое махаля? Каждый из вас дает правильный ответ. Заполняем таблицу. Махаля – это семейные отношения. Махаля – это взаимопомощь друг другу, тогда, когда люди помогают друг другу. Ведь мы живем не одни, вокруг нас много людей, и это наши соседи. Махаля – это наши праздники, ведь мы отмечаем праздники всей семьей, со всеми соседями вместе. Махаля – это обычаи. Молодцы, ребятки, замечательно. Давайте теперь познакомимся с таким понятем, как хашар, и заполним клеточки в нашем кластере. Что такое хашар? Вы же поняли? Молодцы! Каждый из вас дает правильный ответ. Заполняем! Хашар – это древний обычай. Хашар – это народный сход. Хашар – это уборка. Хашар – это обычаи. Молодцы, ребятки! Вы познакомились с таким понятием, как махаля и хашар. А сейчас давайте возьмем в руки учебник и прочитаем рассказ. Вы приготовились? Молодцы! Читаем вместе со мной. Атабек вместе с дедом вышел участвовать в общенародном благотворительном хашаре. Благодаря хашару их махаля стало еще краше. Благоустроили улицы, побелили заборы. В доме Арифакеа стройка идет полным ходом. Жители махали работают сообща. А в доме тети Салимы в казане кипит сумаляк. Атабек, проходя с дедом мимо чайханы, парикмахерской, увидел новую спортивную площадку. Теперь я здесь с друзьями буду футбол играть. Обрадовался он. Дедушка, наша махаля стала очень красивой. Конечно, внучок, красота нашей махали в дружбе детей. Эту спортивную площадку построили предприниматели. И ты тоже должен стать таким предприимчивым, смелым, умным человеком и вносить свой посильный вклад в развитие своей махали. своей страны, сказал дед. Очень замечательное произведение, поучительное. У каждого из вас есть название своей махали. Каждый из вас любит свой дом, любит свою махалю. Молодцы, ребятки! Давайте с вами составим план работы в своей махале. Составим? Молодцы! Запишите, пожалуйста, в тетрадочке, что нужно делать, чтобы наш дом, наши махаля всегда оставались самыми красивыми, самыми чистыми, самыми уютными и были образцом для подражания. Что нужно делать для того, чтобы наша махаля стала образцовой махалей? Правильно! В первую очередь нужно убирать территорию. Обязательно нужно облагораживать, сажать растения и за ними ухаживать. А еще нужно бережно относиться ко всему, что вас окружают. Бережно относиться к детским площадкам, бережно относиться к различным строениям и обязательно советовать также поступать всем остальным. И, конечно, нужно проводить регулярно хошары и массовые субботники. Вы согласны со мной? Замечательно! Тогда на следующий шахар мы выйдем все вместе. Вы согласны? Я очень рада! А теперь запишите свое домашнее задание. Я хочу, чтобы вы еще раз дома прочитали страницу учебника 90-91 и ответили письменно на вопросы. Как называется ваша махаля и чье имя она носит? Опишите свою махалю, а будет лучше, если вы ее нарисуете. И тогда следующие работы мы обязательно покажем всем. Спасибо, ребятки, за внимание! Наш урок окончен!